Здарова, бойцы! На связи, Флэс. В сегодняшнем видео хотелось бы рассказать и сравнить два немецких мастатонта, которые на самом деле являются предметом многих споров среди игроков. Это, конечно же, Тигр и Пантера. Вот они, два красавца стоят, действительно очень красивые танки. Эстетическое удовольствие они мне приносят неимоверно. Но, все же, факт нужно разобрать и посмотреть, какой из них лучше. Сразу хочу отметить то, что я буду называть эти танки тяжелыми. В Советском Союзе и в Америке в годы Второй мировой войны Пантера считалась тяжелым танком. По весу это тяжелый танк, это не средний танк. Немцы его только называли средним танком, на самом деле нет. По габаритам даже, посмотрите. Это не средний танк, что-то подери. Ну хорошо. Разберу я их по нескольким критериям. В первую очередь я хочу сравнить их орудия, их броню, ходовые характеристики, ну и там уже все по мелочам. Но вот именно вот эти основные характеристики, которые, в принципе, и являются предметом спора. Ну что ж, давайте начнем. Итак, давайте для начала начнем с экономики. Пантера и Тигр, что тот, что этот танк, они оба очень дорогие. На самом деле, я вот за это и не люблю немцев, за то, что у них достойных танков начальных нету. Там есть из самых таких более-менее адекватных, это штук третий. Ну вот, до Тигра и Пантеры идет самый такой, более-менее максимальный, это Панзер 4, модификация H. Танк очень слабый, в отличие от той же 34-ки, например, 85-й. А вот, чтобы дойти до более-менее мощных машин, вот как раз-таки до Тигра и Пантеры, вам придется очень долго накопить. А еще это, если учесть, что вам нужна будет пехота. В общем, проблематично, на самом деле, дойти до Тигра и Пантеры. Вот именно из-за этого я делаю это видео. Из-за того, что у вас будет всего лишь один шанс. Вы либо берете либо Тигр, либо Пантеру. Оба танка на самом деле достойные, но есть одно большое новое, это чертовая Пантера, которая просто убивает этот танк. И я лично считаю, что Тигр более приспособлен для боевых действий, в отличие от этой же Пантеры. Ну, давайте по порядку. Итак, начнем с орудия. Пока Пантера стоит в сторонке, перед Тигром 5 целей в виде советских 34-ок. Делаю всего по 5 выстрелов. Ну, посмотрим результативность каждого. Итак, первый обстрел на дистанции 100 метров. 4 цели повреждены, Точнее, уничтожены Из 5. Второй обстрел. Дистанция 120 метров. 4 цели были удачно пробиты. Одна цель осталась неповрежденной. Ну, и третий обстрел. Самая дальняя дистанция, максимальная 140 метров. Ничего не меняется. Одна цель осталась неповрежденной. 4 остальных из 5 остались целы. Стрельба из Пантеры. На самом деле, одно удовольствие. 5 выстрелов, и 5 были успешно отправлены в 34-ку, и все пробили броню. Повреждения я, кстати, здесь не считаю, потому что для меня важнее, пробило или нет. Так, дистанция 120 метров. Средняя дистанция. Все цели пробиты. Ну, и максимальная дистанция 140 метров. Все цели успешно пробиты. Я еще, кстати, стрелял по КВ-85, но куда-то у меня все делось, поэтому могу уверять, что Пантера с ними лучше справилась. Далее проверим броню. Воспользуюсь тремя советскими орудиями. Это 85-мм, 122-мм и 100-мм пушки. По нарастающей буду стрелять. Начну с 85-мм. Это среднее пробитие средних танков. Вот они, две цели, две жертвы. Дистанция 100 метров. Пантере нанести вреда не может, как и тигру. Поэтому перемотаем. Смотреть, как советские танки мажут. Я думаю, вы часто наблюдаете такое в бою. Ну, я тут стараюсь стрелять в нижний бронелист. Точнее, компьютер. Приказал ему, чтобы он в нижний бронелист стрелял. Никого не пробил. Подъезжаем ближе. К тигру я подъезжаю на дистанцию. Сейчас скажу, какую он. 60 метров, где-то примерно. И начинает стрелять. С такой дистанции он уже начинает пробиваться. Первое попадание повреждает корпус. Второе уже добивая. Я специально подъехал к пантере ближе, потому что бесполезно стрелять с дальней дистанции. Даже с этой дистанции вы ничего не сможете ей сделать. В нижнем бронелист вообще не советую стрелять. И там наклон еще сильнее, чем вверх. И только на дистанции 16 игровых метров под калиберным снарядом я начал ее пробивать. Корпус поврежден. Взрыв боеукладки. ИС-2. Советская Д-25Т. Дистанция 100 метров. С такой дистанции ИС-2 способен уничтожить тигра. Пантера все еще держится. Ну опять советские пушки. Самые точные. Двигатель поврежден. Пробитие по тигру. Пантера никак не может пробиться. Так вот, повреждение корпуса у тигра. И третьим выстрелом, или каким-то четвертым. А нет, тигра больше не будет стрелять. Итак, пантера обстреливаю с дистанции 75 метров, 76. Бесполезно, подъезжаю еще ближе, заряжаю подкалиберный снаряд, и вот уже предсолнечная светится зеленым цветом, поэтому можно смело стрелять. Корпус разрушен. Отлично. Дистанция 70 метров. Ну, я вот решаю контрольным добить тигра 100 метров. То есть, тигра здесь пробить гораздо проще. Так, теперь по-немецким тяжеловесом будут стрелять 100-мм пушки. Тут, кстати, я повреждаю башню пантеря, о чем я и говорил. Она бронирована гораздо хуже, чем у тигра. Тигр отправляется в небытие с такой дистанции. У пантеры же все нипочем. Подъезжаю на дистанцию 70 метров. Прицел начинает гореть зеленым. Начинаю обстреливать. С такой дистанции пробить можно, но, видите, 100-мм пушка, она вообще коварная. Она иногда пробивает, иногда нет. Пробитие все же у нее не очень хорошее. Поэтому я еще не ближе подъезжаю. Ну и с этой дистанции дистанции уже пробило, наконец-то. Порежидая корпус и вторым выстрелом после этого добиваем. Боекладка взорвана. Зацените, кстати, какая дистанция между СУ-100, то есть, где я уничтожил тигра, где я уничтожил пантеру. Ну вот, теперь я поговорю, точнее, покажу вам то, из-за чего мне пантера так не нравится. Это бронирование бортов. Тигр мне нравится вот как раз из-за этого, из-за круговой брони. Кстати, обратите внимание на то, что я с тигрой сейчас стреляю из СУ-100, а по пантере буду стрелять из ИСа-2, там пушка чуть-чуть послабее, чем эта 100-мм. Вот, сделал два выстрела от ручного управления и приказал стрелять компьютеру. А теперь начинаю обстреливать эту пантеру в борт. Ну, в ромбе, так сказать. 110 метров, дистанция средняя и на. Первый выстрел улетает, всего 6 пантер. Второй выстрел улетает. То есть, вы понимаете, о чем я. Ну, вот на самом деле, вот этот такой минус, который просто уничтожает всю эту пантеру, все ее преимущества, на каких-то переулках, конечно, на одном направлении она сильна, но вот на открытых пространствах она бесполезна. Здесь я попадаю в лоб, попадаю в башню, не уничтожая, но вот как только попадаю в тот же борт, тонко бронированный, сразу же взрываю эту двою укладку. Тут сейчас первый выстрел профессиональный, как всегда, советская пушка. Молодец. Мимо. Вторым выстрелом опять попадаю в борт и опять в боеукладку. Пожалуйста. Ну и последняя, шестая пантера, тоже отправляется без всяких шансов в небытие. Смотрим на тигра. Тигр у нас все ему нипочем, поэтому разворачиваю чуть-чуть бортом ближе к сустой и она уже наконец-то его добивает. Вот такие вот можно сделать выводы по броне. Так. Ну с пушкой и броней разобрались, давайте посмотрим, что с маневренностью. Приказал танкам развернуться. Обратите внимание на башне. Башня пантеры, она чуть-чуть побыстрее, конечно, этого не заметно, но все же она побыстрее. А вот корпус тигр очень сильно опаздывает. Вот еще раз. Пантера вертится гораздо быстрее. Вот все, она уже готова, а тигр только сейчас закончил. Вот. Это что касается маневренности. А вот что со скоростью и максимальной скоростью в разгоне, то сами смотрите, пантера разгоняется наголо выше, чем тигр. Ну, может быть, не наголо, ладно уж, перейднул. Просто, чтобы быстрее. А вот дальше по прямой она развивает куда большую скорость. Тигр уже никак не может догнать ее, да и не сможет, в принципе. Все, пантера достигла пункта назначения, пока тигр все еще тащится за ней. А вот и тигр подоспел. В этом плане, конечно, пантера будет куда лучше. Кстати, у всего есть свои плюсы. Зато теперь нам можно играть в игру Найди Борт Пантеры. Запомнили? Отлично, давайте попробуем. Отлично! Как всегда победил Советский Союз. Дед из два будет доволен. А что вы видите здесь? Наверняка мощный танковый авангард Германии, идущий разрушать все на своем пути. Но пантеры не подозревают, что ждет их в кустах. Это настоящий ночной кошмар. О да, это Круссайдер АА1, и он давно их выслеживал. Ну что ж, вы пока здесь наблюдаете за мясорубкой. С вами был Флесс. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Удачи, бойцы, в грядущих боях. Круссайдер 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok